Всем привет! С вами Михаил Косыр, город Оренбург. Все для врезки дверной фурнитуры. В прошлом видео мы рассматривали версию Maxi Pro Plus. Сейчас я вам хочу показать сравнение с версией Maxi Pro Black. Начнем по порядку. На обоих шаблонах одинаковые прижимные планки, одинаковое пылеудаление, то есть улучшенное пылеудаление. Разница версий Maxi Pro Plus и Maxi Pro Black. Первое это шаблон из фанеры и шаблон, в котором отсутствует фанера в принципе вообще. То есть здесь база сделана из поликарбоната полностью. В этой версии идут уже другие микроупоры с подпятниками до полотна, то есть когда шаблон ставится на дверь, подпятник ложится прямо на полотно. При первой фрезеровке фреза снимает излишек в связи с тем, что есть разница люфта между кольцом и фрезой. То есть оно снимает и в дальнейшем показывает вам точную фрезеровку, куда и что у вас приходит. Также вы сможете потом копировать длину петель либо здесь зажимая в микроупоры, либо зажимая прям в подпятник снизу, то есть уже по фактической вашей фрезеровке кольцом и фрезой. Еще по шаблону, да, то есть повторяюсь, отсутствуют полностью фанерные элементы, то есть полностью из поликарбоната. На этой версии отсутствует шкала длины петли, то есть выставляем и ее грубо скажем там на глаз. От центра у нас вот 35-45 миллиметров, то есть выставили мы примерно от 45 еще полтора сантиметра. Берем петлю, ставим в микроупор, поджимаем вторым микроупором. Все, то есть петлю мы скопировали, вставляем вставку, выставляем настройки по толщине полотна, минус петля и выставляем риску. То есть, к примеру, полотно у нас идет там 39, а петля у нас 31, разница 8. Значит, здесь на риски петли мы ставим 8 миллиметров. То есть, с одной стороны то же самое мы дублируем на вторую сторону. Также выставляем 8 миллиметров по шкале петли. Все, зафиксировали, поставили вставку и делаем спокойно фрезеровку. Субтитры делал DimaTorzok